Трудно ли живется молодым? Устраивает ли их работа и коллектив? А главное, что нужно сделать, чтобы жизнь стала еще успешней? Ответы на эти и другие вопросы первый заместитель председателя правительства Ульяновской области Екатерина Уба искала на встрече с молодыми специалистами, которые трудятся в социальной сфере. Губернатор ставит задачу о том, что мы в целом на социальную сферу должны посмотреть на все, что касается поддержки молодых специалистов, прежде всего, даже не с денежной точки зрения. Она, конечно, важна. Дело в особой экосреде. Взращивание, приятие, помощи вообще для того, чтобы человек, пришедший в эту профессию, затративший уже много сил на то, чтобы туда прийти, в ней остался. Екатерина Владимировна признается, что подобная атмосфера доброжелательности в свое время помогла и ей самой твердо встать на ноги. Я честно вам могу сказать, что если бы не поддержка моего директора школы, который очень много меня прощал, закрывал нам новые глаза, который меня поправлял, если бы не мой любимый учитель, который ходил ко мне на каждый урок, пока я вообще научилась держать дисциплину и просто была, и мы с ней потом разбирали, что я сделала так, а что я сделала не так, то меня бы сейчас такое не состоялось точно. На протяжении последних лет в регионе работают меры поддержки молодых специалистов во всех отраслях соцсферы – образовании, здравоохранении, культуре и спорте. Многим оставаться в профессии помогает дополнительный материальный стимул в виде единовременной или ежемесячной денежной выплаты. Я сама работаю пять лет в учреждении и попала под программу поддержки молодых специалистов и получала три года выплаты как молодой специалист. Конечно, это была очень существенная поддержка в социальной сфере и, естественно, это было помощью к окладу молодого специалиста. В конце беседы Екатерина Уба предложила всем участникам запустить цикл сбора идей и предложений, которые помогут улучшить условия поддержки молодых специалистов. Некоторые свои пожелания озвучили на встрече. Хотелось бы, наверное, больше информации какой-то получать, потому что какие-то все равно сведения приходилось само искать, да, кому обратиться, с чем. Поэтому в плане информирования, конечно, хотелось бы, чтобы больше, наверное, с молодыми специалистами на эту тему разговаривали, чтобы они знали уже, кому обратиться, куда позвонить, что нужно с собой собрать, принести. К слову, сегодня в Ульяновской области в социальной сфере работают 90 тысяч молодых специалистов. Ринат Алиулова, Юрий Конихин, Новости Улправды ТВ.